Сотни лучших журналистов России встретились в Сочи. Их собрал 25-й юбилейный форум современной журналистики «Вся Россия-2021». За время работы форуму «Акулы-пера» прошли десятки мастер-классов от маститых коллег и обменялись опытом друг с другом. В программе мероприятия также дискуссии и круглые столы с участием известных российских и европейских журналистов. Тема одной из таких бесед – падение тиражей газет на национальных языках. Вопрос, как никогда актуальный для Дагестана. Наш корреспондент Анжела Гасанова с места событий. В Дагестане газеты и журналы издаются на 14 национальных языках. Но с каждым годом их читают все меньше и меньше. Тиражи падают, а значит под угрозой и само существование родных языков. Об этой проблеме говорят сегодня в Сочи на 25-м форуме современной журналистики «Вся Россия». За круглым столом собрались участники из разных регионов страны. Для каждого из них это болезненная тема. Поэтому так важно послушать про опыт дагестанских коллег. Ведь речь идет о борьбе за жизнь огромного множества языков. По словам министра печати и информации Республики Умарасмана Гаджиева, в национальных газетах и журналах острая нехватка кадров. Тем не менее, для них созданы все условия. Набрать качественных журналистов, издавать качественный продукт для народа, численно которых не превышает 500 человек или 10 тысяч человек – достаточно большая проблема. Потому что обучать специалистам на этом языке не так просто. Обучать журналистскому делу – это достаточно сложная вещь. Тем не менее, сегодня такая работа Республики ведется. Мы издаем газеты, скажем, республиканскую газету на татском языке. По последней переписи тата в Дагестане было 450 человек. Руководитель ведомства говорит, что нужно учитывать запросы аудитории, но с другой стороны продолжать ее воспитывать. Остается понять, как это сделать. Носителей языка тоже становится меньше. На бытовом уровне люди общаются друг с другом, но письменный язык им часто уже недоступен. Сегодня, я думаю, что главная проблема не только в сохранении тиражей газет, сколько в сохранении людей, знающих родной язык. Гораздо шире проблема. Проблема не только журналистская, проблема не только интеллектуального общества, проблема экономическая. Мы сегодня должны создать условия, при котором каждый из народностей, как записано в Конституции Российской Федерации, имел возможность читать, писать, слушать, смотреть на родном языке. Участники круглого стола делятся опытом своих регионов. В Башкортостане, например, глава республики учредил 100 грантов по 100 тысяч рублей. Они пойдут на развитие национальной прессы. В Северной Осетии средства массовой информации стали ориентироваться на молодежь. На осетинский язык переводят классику советского кино и анимационные фильмы. Однако проблемы все равно есть. Мы субсидируем наши средства массовой информации по двум видам субсидий. Это средства на типографские расходы и на заработную плату. Недостаточно высокая, отстающая от средней по региону. Она у нас остается. Однако мы тоже работаем в этом ключе. И надеюсь, что в ближайшие времена нам удастся этот вопрос решить и подогнать ее по среднему региону. Задача национальной прессы – сохранить язык, культуру и самобытность народа. Журналисты предлагают прививать любовь к чтению детям с самых малых лет. Национальные книги и издания должны бесплатно поступать в детские сады и школы. Умар Асман Гаджиев идею поддержал. Вещение очень такое простое. Поскольку эти издания опять издаются в частности за государственные средства, возможно, мы найдем механизм и будем над этим работать безвозмездной передачи в соответствующем установленном порядке этих изданий в муниципальной библиотеке, в школе Миндеки, чтобы они там были. Для этого нам придется совместить решение Министерства образования, мы такое решение найдем. По итогам обсуждения участники принимают резолюцию. Она будет направлена в регионы страны и профильные ведомства. Ее задача сделать все, чтобы национальные издания обрели новую жизнь. Официальная часть мероприятия окончена, но обсуждение продолжается и вне стен конференц-зала. Я рад, что так бурно все прошло и так поддержали нашу идею, и что мы настроены дальше продвигаться и требовать не только от себя, от своих министерств, от своих руководителей региона, не только от близких себе людей по духу, национальности, родственников, требовать это и от руководства страны, чтобы сохранили, помогли сохранить свои языки, культуру, историю, которые так быстро уходят. Такое так нелегко досталось нам за долгие эти исторические вехи. Среди пунктов резолюции государственный контроль за регулированием ценообразования, распространение периодики, выделение субсидий редакциям, создание медиахолдингов, национальных СМИ, ограничение возможности влияния власти на деятельность редакции. Теперь остается верить и надеяться, что те, кому эти вопросы адресованы, услышат их и примут верные решения. Анжела Гасанова, Ибрагим Магомедов, Камила Раджабова из Сочи. Специально для программы «Время новостей».